В Америке каждый второй выходной в октябре месяце, каждый год, есть такой день, который посвящен служителю. Это день пастора, служителя, это день признания и благодарности именно священнослужителям. Вы знаете, что я уверен, что большинство людей в славянском мире, они даже не знают, что такой день существует. Я специально проверил и спросил нескольких служителей, пасторов, знают ли они об этом дне. Они смело ответили, что нет. И я, живя в Америке уже 20 лет, я много-много лет не знал вообще, что такой день существует. И поэтому сегодня, друзья, я хочу благодарить Бога за Америку и за христианские корни, которые есть вот в этой стране, потому что именно, я думаю, только в этой стране вот этот день, он как бы есть. И я обычно знаю, что людей поздравляют с Рождеством, поздравляют с Пасхой, поздравляют с какими-то другими праздниками, но я не встречал, чтобы кто-то вот поздравлял вот именно вот с этим днем, днем служителя, где люди выражают благодарность и свое почтение тем, которые им служили, их детям служили на протяжении многих-многих лет. И Бог, друзья, положил мне на сердце, я верю, что это от Бога. Мы сделали вот такую открытку, на экране вы можете ее увидеть, и мы разослали ее более 300 славянских пасторов-служителей здесь, в Америке. И уже реакция, реакция была очень-очень впечатляющая для тех людей, которые ее получили. Некоторые звонили и говорили, что они были настолько тронуты, что вот за все, кто 30, кто 40 лет в служении, они первый раз получили вот такое вот внимание именно вот в этот день, вот в этот месяц. Многие даже вообще не знали, что такое месяц существует. В Америке называют этот октябрь месяц, это Pastors Appreciation Month. И я хотел бы, друзья, подчеркнуть, что я понимаю, что многие люди, которые вот в этом служении уже давно-давно, они платят большую-большую цену для того, чтобы служить, для того, чтобы быть в этой позиции, быть каким-то служителем в церкви. Я в третьем поколении уже служитель, мой папа был, мой дедушка был пастором. Я знаю, какой это хлеб, я знаю, какая это цена, я знаю, какую... Я вообще даже не знаю, наверное, служителей, у которых была легкая жизнь. Я с многими общался. Однажды, лет 10 назад, я даже сделал для себя интервью и спрашивал, что вообще переживает служитель, что вообще он думает, как он проводит время свободное, как он отдыхает, о чем он вообще думает, как он спит. Я вот для себя пытался вот как-то узнать, что вообще эти люди переживают. И вы знаете, друзья, для кого-то кто-то может сказать, ну, этот праздник придумали там американцы, какая нам разница, завтра придумаем день еще какой-то и будем тоже праздновать. Но я хочу подчеркнуть вам, друзья, другое, что интересно, что эта идея, она не только по календарю, она взята из Писания. Вот что сегодня стоит об этом говорить, потому что она взята из Писания. В Писании об этом, друзья, написано. И вот это для нас подтверждение, оно как раз и важно. Нам не важна дата, но нам важно само отношение. Поэтому я сегодня хотел бы в честь вот этого праздника, который будет на следующей неделе, а я на следующей неделе улетаю в Мизури, хотел бы вот почтить всех служителей, пасторов, руководителей, всех, кто служит в детском служении, в подростковом служении, в молодежном служении. И хочу, первый наш пункт, уважайте, будьте благодарны вашим служителям. Прочитаем вместе местописание, но прежде, чем мы его прочитаем, я хочу сказать, что я полностью осознаю, что меня будут критиковать за это слово или за эту проповедь. Вы знаете, что будут осуждать, будут, ну, как-то придумывать разные такие вещи, что вот Богдан, наверное, его мало уважают, наверное, его мало почитают, вот кто-то его обидел. Друзья, будьте совершенно спокойны. Бог меня, я вообще даже не знаю, за что, я живу в такой благословенной церкви, в нашей церкви, я вообще этого не чувствую, не переживаю. Меня здесь, я чувствую поддержку, я чувствую любовь, я чувствую заботу, поэтому хочу, чтобы вы сразу расслабились и не переживали, все нормально, со мной все нормально. Но я хочу больше говорить, друзья, о тех людях, которых, возможно, уже в живых нету, но которым мы не успели сказать спасибо. О тех людях хочется говорить, которые уже, можно сказать, жизнь уже у них, ну, на закате. Они отдали всю жизнь, вот об этих людях, о седых служителях, которых, мне кажется, возможно, мы им мало, вот сделали того, к чему призывает Писание. И вот хочется, чтобы этот день, вот, чтобы мы в славянском народе, мне хочется сделать такой awareness, чтобы люди хотя бы знали, что это есть в стране, в которой мы живем, такой день, и чтобы знали, что об этом пишет Писание. Я знаю, что некоторые, возможно, будут говорить, что, ну, не нужно было эту тему сегодня говорить, не нужно было тебе ее говорить, не нужно было, ну, мы же уже привыкаем к тому, что нам всегда говорят, что нужно делать, и что не нужно делать. Но я верю, друзья, что вы молитесь за меня, чтобы Бог давал мне дерзновение, говорит Слово Божье смело, правда? И я знаю, что пасторы обычно на эту тему не проповедуют. За всю свою христианскую жизнь я ни разу не слышал проповеди от пастора на эту тему, что нужно их уважать или почитать. Не слышал. Вот, я не знаю, из какой вы церкви приехали, вы часто слышите об этом? Обычно это неудобно как-то об этом говорить. Но вы знаете, друзья, я хочу быть смелым, говорить с дерзновением Слово Божье на любой текст Писания, все, что взято из Писания. И это один из них. Поэтому хотел бы прочитать первое место Писания, 1 Тимофея, 5 глава, 17 стиха. Достойно начальствующим присветерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и в учении. Ибо Писание говорит, не заграждая рта у вола молотящего и трудящийся достоин награды своей. Новый перевод. Руководители церкви, лидеры, хорошо ведущие работу, заслуживают двойной чести, особенно те, которые проповедуют или учат. Потому что в Писании говорится, не закрывая рта у молотящего вола, работник заслуживает своего награждения. Писание призывает верующих. Это обращение к верующим, к церкви. Почитать, уважать, быть благодарным, давать честь, написано двойную честь, тем людям, которые служат. Дальше также подмечается, что тем, которые достойно делают это. Особенно тем, которые хорошо ведут свое дело или служение. Потому что у вас сразу возникает вопрос, а как насчет, и у вас уже есть примерчик, плохого примера служителя, мы к этому вернемся. Давайте сначала сфокусируемся на Писании, которое для нас сегодня ясно звучит. Также подчеркивается здесь, почитать и уважать, давать честь всем людям, которые учат, которые преподают и проповедуют Слово. Если мы посмотрим разные переводы, там написано пресвитеры, пасторы, служители. В других переводах написано elders, то есть диаконы, служители. Те, которые учат Слово, я сюда также включаю учителя воскресных школ, детей наших, которые учили годами наших детей, учили. Руководители молодежных служений учат наших детей, подросткового служения учат тоже наших детей. И у меня вопрос практически, когда мы это делали? Как мы почитали, как мы благодарили, как мы уважали тех людей, которые нам дали самое ценное? Ведь написано в Писании, что нет больше радости, чем когда наши дети ходят в истине. Я знаю, потому что я уже сам отец, что для всех вас самая большая мечта, чтобы ваши дети, они были всегда с Богом, чтобы они всегда были христианами. И вот эти люди, которые стараются, вкладывают, формируют наших детей, наши семьи, которые сделали для нас, для тебя и для меня, столько вложили в нас, что сегодня мы христиане, мы не потеряны. Наша жизнь, она в надежных руках. Мы имеем твердую веру, но это же благодаря каким-то людям, которых Бог употребил, Бог послал, как мы когда-либо им сказали спасибо. Их отблагодарили, их почтили. Возможно, их уже в живых нету, но они были в нашей жизни. Вот этих людей Писание призывает нас помнить о них. Дальше еще одно местописание 1 Фессалоникийцам, 5 глава 12 стиха написано. «Просим же вас уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе, вразумляющих вас, и почитать их преимущественно, с любовью за дело их». Новый перевод. Обращаюсь к вам с просьбой. «Оказывайте почет тем, кто усердно трудится среди вас, кто руководит вашей церковью, наставляет вас в следовании за Господом. Проявляйте к ним большое уважение, любовь за труд, который они совершают». И последнее место Писания, Евреям 13, 7. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». И так как вы видите, что Писание говорит немало о том, что мы, какая наша ответственность верующих людей к служителям Божьим. Это не один раз говорится, не два. Я вам три примера прочитал из Писания, где призывает нас Писание таких людей как-то почитать по-особому, как-то за них заботиться, уважать, любить и так далее. И написано особенно, опять же, за наставников, которые учили, проповедовали и так далее. И вы знаете, друзья, что особенно тех, которые трудятся, часто в жизни мы привыкаем. Мы привыкаем к хорошему, привыкаем к тому, что все как бы хорошо настроено, работает. Как только что-то не так, мы сразу замечаем. А когда все как бы на своих местах, мы иногда забываем сказать и жене спасибо, или мужу спасибо, точно так же служителю и так дальше. Нам кажется, что это как бы норма. Но я, например, скажу за себя, что я раньше, наверное, не ценил особо духовных наставников. Я не был им особо благодарным. У меня было понятие, что они просто должны. Они всем должны. Они по жизни должны. Они банку должны. Они Богу должны. Они людям должны. Они по жизни всем должны. И вот я, например, анализируя свою жизнь, я сожалею о том, что я не сказал спасибо учительнице воскресной школы, которая в меня вкладывала, которая на меня влияла. Моим руководителям молодежи, моему дедушке, которого нету в живых уже, и другим духовным наставникам, которые на меня повлияли. На меня повлияли. Меня сохранили от ужасной жизни. От ужаса без конца. И сегодня я читаю это местописание, оно меня обличает. И мне хочется как-то призвать, мне хочется как-то церковь направить на вот эти тексты из Писания, которые они для всех, для нас, они все тексты из Писания. И вы знаете, возникает вопрос, за что же их уважать? Первое, за что? Потому что к этому призывают Писание. Причина, почему мы должны давать честь и уважать этих людей, потому что к этому призывает Писание. Это даже не моя идея. Это не потому, что есть такой праздник в Америке, День служителя, а потому что Писание нас к этому призывает. Второе. Ефесянам 4.11 написано, Он, с большой буквы, то есть Бог, Он поставил одних апостолами, пророками, евангелистами, пасторами и учителями. Кто поставил? Бог. Зачем? Здесь хочется подчеркнуть мысль, что эту структуру, эту модель создал Бог. Это Его идея. Как уже потом люди управляют, это уже другое, другая сторона. Но сама модель, саму структуру для руководства церкви, для помощи духовной людям, Бог это Сам придумал и создал. Вы знаете, что вообще пасторам, я бы сказал, быть легко, если бы не люди. Самая трудная работа, мне мой отец говорил, это работа с людьми. На следующей фотографии вы увидите одного пастора, который говорит так, Меня зовут Джон. Я чувствую себя отлично. Я пастор, и мне 42. Это, конечно, маленькая иллюстрация, какой стресс, какую нагрузку переносит служитель или пастор, который постоянно живет в проблемах, в заботах. И вы знаете, я для себя словил себя на мысли, что у тебя своих личных проблем хватает, но чужих больше. У каждого служителя, у него в основном есть личные проблемы, но чужих намного, намного больше. И вы знаете, что еще один человек сказал, что если хочешь быть пастором и всем нравится, то тебе не нужно быть пастором. Лучше продавай мороженое. Или раздавай. Тогда ты будешь точно всем нравиться. Одна из причин, почему стоит их уважать или почитать, служителей, я хочу подчеркнуть, не только пасторов, потому что есть люди даже без особых званий. Это может быть простой человек, это может быть диакон, это может быть молодежный руководитель, которые посвящены Богу, которые жертвуют, которые не живут для себя. Вот этих людей хочется, чтобы мы исполняли нашу миссию. Бог всегда делает свою работу на земле через людей. И это слово, оно дано для людей. Да, Бог может благословлять своих людей, но опять же, Он это делает через людей. Людям трудно угодить. Вы, думаю, с этим знакомы. Но чем больше общества, чем труднее угодить людям. Чем больше церковь, чем труднее угодить этому обществу. Вы скажете, ну, не надо людям угождать, угождай Богу. Звучит красиво и духовно, пока это не касается вас. Когда это уже касается вас, тогда уже хочется, чтобы чуть-чуть и нам угодили. Правда? И оно вроде бы так в теории, все так понятно, все так красиво, а на практике все так трудно. И иногда нелегко. Поэтому, друзья, хочется, конечно же, сказать, что иногда мне люди говорят, пастор, мы тебя любим. И приятно оно звучит. И я понимаю, что, вы знаете, это так, правда, ну, так скажем, до тех пор, пока я или кто-то его ни разу еще не обличил. Но вот когда ты кого-то хоть раз обличил или против шерсти пошел, вот тогда уже можно и настроиться, и слышать, пастор, мы тебя, ну, любим или не сильно. Видите, оно все построится в сравнении. И вот здесь вот как бы и проверяется, как бы иногда наша сущность или глубина. Трудно вообще служителям, руководителям угодить, какая должна быть музыка, какого стиля, может быть, вообще музыки не надо, она слишком громко или слишком тихо, какие песни петь, решение разных конфликтов, конфликтов, неправильно решили, не так решили, как я захотел. У каждого есть свое мнение, как нужно решать, куда двигаться, что делать, что проповедовать, как, ну, вы же согласны, столько людей, столько и мнений. Поэтому это все создает иногда большое давление. А помимо давления от людей, есть еще другое давление, это давление демонических духовных сил. Это тоже реальная духовная война, невидима, но очень реальная. Когда-то мне об этом рассказывал мой отец, но я тогда мало об этом понимал, но сегодня я об этом очень сильно, хорошо понимаю. Вчера было час ночи, я еще не спал, не буду рассказывать причины. В 5.30 утра сегодня я уже встал, я точно знал, точно знал, что это духовное давление. Я знал, и это уже чувство, оно мне знакомо. И поэтому я не смущаюсь говорить и просить, друзья, братья, сестры, все, кто смотрит нас онлайн, за ваших служителей, молитесь. Молитесь всегда, молитесь обязательно. От этого многое зависит, чтобы они, им Бог дал силу, чтобы Бог их защитил, чтобы Бог их направил, чтобы не запутались, не сбились, не упали. Поэтому молитесь о них. Но мы к этому еще придем, друзья, как я уже сказал, что служитель, он чаще всего всем должен, он должен улыбаться, он должен всегда всех вдохновлять, он должен помогать, он должен идти в церковь. Знаете, историю, одна мама будет, одного старшего сына и говорит, давай пошли в церковь. А он говорит, скажи мне, мама, две причины, почему я должен идти в церковь. И сын отвечает, мама отвечает, сыночек, первая причина, потому что сегодня воскресенье, нужно идти в церковь. А вторая причина, потому что ты же пастор. поэтому бывают и такие моменты в жизни пастор, он должен быть на всех свадьбах он должен быть на всех похоронах на вечерах, в гостях везде должен успевать поэтому хочется служителей поблагодарить за их посвящение за то, что они многим жертвуют за то, что они несут вот этот груз ответственности за то, что они иногда свои выходные жертвуют за то, что иногда они забирают время от детей своих детей иногда страдает их семья ради других людей они часто разрываются между семьей и между церковью между людьми, между нуждами, между своими детьми если он не угодил людям или если угодил людям, то не угодил жене если угодил жене, то значит не угодил, не успел людям постоянная борьба, постоянное напряжение и когда ты смотришь на тех служителей простых людей, которые иногда без всяких статусов столько жертвуют и отдают людям как хочется просто им сказать спасибо что ты ценный у Бога в глазах Бога ты ценный человек да сохранит Бог твою семью да благословит тебя Бог как хочется таким людям просто пожать руку и меня печалит то, что иногда их уже нет в живых вот особенно вот этих седовласых хочется особо почтить особенно в эти дни у нас еще есть неделя на размышления чтобы собрать все наши списки, всю нашу память и вспомнить тех людей, которые нам служили которые служили вашим детям, вашим внукам которые лично вам служили и вы сегодня христианин потому что люди эти были на вашем пути как хочется им сегодня сказать спасибо благодарим тебя, что ты послушался голоса Божьего ты выбрал другой комфорт или некомфорт жизни другую зону ты не стал жить для себя слава Богу за таких людей без них нам было бы очень тяжело в этом мире мир был бы другим если бы не было таких посвященных людей за их жертвенность за духовное питание которое часто они несут хозяйки знают, чтобы приготовить вкусный классный обед это требует время правда? иногда кто-то думает ну вышел тут поговорил языком поболтал, сел нормальная профессия но вы знаете, друзья чтобы приготовить хороший обед это нужно время для этого нужно время поэтому цените это иногда служители это те, которые несут тяжести греха это очень тяжелый груз и я думаю, что большинство из вас вы не испытывали этот груз иногда этот груз не хочется нести кто-то иногда советует да ты не бери близко к сердцу я согласен, да этому тоже нужно учиться нужно, чтобы его хватило не просто на год а хотя бы на 21 год но и вы знаете, друзья опять же не бери близко к сердцу звучит правильно пока это тебя не касается а когда касается твоего сыночка то хочется, чтобы ты так близко взял к сердцу чтобы и не забывал, и не спал и каждый день звонил правда? вот оно у нас так в жизни как бы получается иногда я после беседы с некоторыми людьми я уверен, что я не один ты приходишь домой такой загруженный такой загруженный прибитый не разговариваешь а жена тебя ждала целый день и она хочет спросить ну так ну в чем же дело? а ты сидишь так молчишь, молчишь, молчишь а потом думаешь надо же отвечать о, а так и нельзя же отвечать так что же там случилось? как же это сказать? называется профессия служителя вот так и сказать не можешь ничего не сказать не поймут, что молчишь сказать не можешь тоже не поймут и так вот иногда с этим грузом ходишь я помню, как однажды пастор один рассказывал что он был на одной на одной встрече у человека, который уже умирал был при смерти и он просто у него принял исповедание послушал его жизнь он сказал я потом две недели две недели приходил в себя а эти все как бы стрессы, нервы вы же понимаете что оно все всегда где-то что-то отражается я вообще не понимаю людей которые рвутся на вот эту позицию которые вот хотят быть в этой роли мне кажется это только если есть призвание если есть призвание поддержка Бога Божье благоволение иначе это ну зачем ну проживешь дольше зачем нарываться это же очень трудное дело поэтому пусть Бог благословит всех кто несет уже давно эту тяжесть иногда конечно от разных от горя которые люди переживают которые служители иногда выслушивают иногда ты это как бы даже ты часто не рассказываешь но иногда тебе говорят или говорят сливают сливают все все наливают сливают иногда за неделю столько налили сколько слили а потом говорят пастор чего ты не улыбаешься и ты думаешь и правда ну, на зло врагам буду улыбаться. Поэтому оно же все, не всем все расскажешь, не всем все объяснишь. Но это, друзья, не зря в Писании написано, что этим людям нужно вот давать какую-то поддержку. Вернемся, друзья, вот эту задуховные атаки. Написано Марка 14, 27. Поражу пастора, и рассеются овцы. Дьявол заинтересован, чтобы поразить пастора. Заинтересован, чтобы лидеров, служителей, в первую очередь их сломать, чтобы они впали в грех, чтобы они были разочарованы, чтобы они были сломлены, потому что это обязательно отразится на других людей. Кто-то соблазнится, кто-то уйдет, кто-то потеряется. Поэтому основные силы ада направлены против духовных руководителей. Не зря коммунисты садили в тюрьмы кого? Непростых бабушек. Они садили лидеров активных, кто вел народ, наставлял народ, давал духовный хлеб народу. Вот тех ломали, тех садили в тюрьмы, вот этих гнали людей. Почему написано об этом в Писании? Потому что есть духовная, реальная война. И нам нужно, друзья, об этом помнить. Также, конечно, хочется сказать еще и за жен служителей, потому что иногда я не знаю, кому легче или не знаю, кому труднее. Потому что, например, я, наверное, перенесу с Божьей помощью стресса больше. Но это же отражается и на жен, отражается и на детей. И все, любые, любой служитель, он всегда находится под обстрелом. Сегодня критики, интернета, слов. Сегодня можно все, что хочешь, писать и даже не отвечать за свои слова. И это же вся семья, это все, это несет. Правда, неправда, там разберемся. Но все равно ты по жизни вздыхаешь. Поэтому хочется вот поддержать вот эти семьи и вот этих людей. И, конечно же, хочется поддержать их жен. Потому что они в тылу несут не меньше. Они заслуживают не меньше. Но часто о них мы иногда забываем. У вас возникает вопрос, друзья. А что делать, если служитель неправильно поступает? Правда? До этого момента все было нормально. Писание говорит, уважайте, поддерживайте, благословляйте, давайте честь. Но у вас же примерчики в голове есть, правда? Примерчики вот такие нехорошие, где служитель поступил неправильно, несправедливо, обидел, для кого-то послужил соблазном, где-то злоупотреблял финансами, где-то злоупотреблял властью, а где-то кого-то сильно ранил, кто-то из церкви вообще ушел из-за таких плохих примеров. Вот как вот с ними быть? Правда, интересный вопрос. И здесь, конечно, у меня не будет много времени, чтобы осветить вот эту тему. Но я скажу вкратце. Конечно, к сожалению, такое возможно. И, к сожалению, бывает такое, что и служитель, он ошибается, он ошибается, потому что он остается человеком. Пастор, диакон, неважно, он остается человеком. Простой человек из такого же материала, как и вы, как и мы все сделаны. И священник может ошибаться. В примере с Анной мы видим, когда священник подумал, что она пьяная. Если бы за вас кто-то подумал, пастор, что вы пьяные, пришли в церковь, вы бы, наверное, в эту церковь больше не вернулись, правда? Но тогда как-то Анна смогла покрыть ошибку священника. И вы знаете, друзья, к сожалению, это бывает, что мы притыкаемся на таких. Это, друзья, когда такое случается, когда служитель поступает неправильно, я уверен, во-первых, это очень больно Богу. Во-вторых, это очень больно людям. Но хочу подметить одну вещь, друзья. Чтобы мы все понимали, когда мы видим разные, иногда, когда вот поносят служителей на интернетах, словах, в разговорах, вы должны всегда, я думаю, помнить, что таких людей, которые поступают, если это правда плохо или ошибаются, то помните, их меньшинство, а большинство – это благословенные, благословенные, преданные, верные служители Божьи. Знаете, почему я говорю таких меньшинство? Потому что не хочется, чтобы сегодня вот этот маленький какой-то впрыск этой негативной информации как бы дало такой отпечаток, пятно легло на всех, что все плохие, все лицемеры, все обманщики, все там какое-то что-то там, все сектанты, что там деньги делают и многое-многое другое, за что можно критиковать. Но вы знаете, друзья, это все равно, что сказать, что все мужья плохие. Мужья так, типа, ну как ты так можешь говорить? У меня вопрос, ну есть же мужья плохие? Вы же знаете пару примеров? Но правда, вы не думаете, что значит все плохие? Это все равно, что сказать, что все мужья блудники или что все женщины занимаются проституцией. Вы скажете, ну как ты так можешь говорить? Ну ведь есть же женщины, которые этим занимаются. Но нельзя сказать, что все такие. Правда, мы понимаем здравые, что большинство из них это нормальные люди. Вот поэтому и здесь нам важно не потеряться, что даже если есть плохие примеры, то большинство, слава Богу, это хорошие люди. Иначе бы церковь на земле вообще не могла бы, наверное, развиваться. Но благодаря им Бог их употребляет и сегодня. И когда случаются такие плохие примеры, 1 Тимофея 5.19 написано, «Обвинение на пресвитера принимай не иначе, как при двух или трех свидетелях». Здесь несколько уроков. Что значит, обвинение может быть, ошибка может быть, потому что об этом написано в Писании. Но дальше написано, принимай вот эти обвинения, разговоры, сплетни, наговоры. Не спеши. Только если при двух или трех свидетелях. Если ты услышал другую сторону, если это действительно правда, если ты разобрался, а если нету двух-трех свидетелей, то просто отвергай. Вот это Божья модель и подход к разным плохим примерам исключения. Не принимай, не спеши осуждать. Большой пример в этом пункте есть пример Давида и Саула. Вы знаете, что Саул, он был помазанник Божий. Саул, он был поставлен на царство Богом. А что потом? А что потом случилось с этим поставленником, с этим помазанником? Мы знаем историю. Закончил конец очень плохой. Но интересно, подход Давида. Он поступал, Саул, очень неправильно, жестоко, несправедливо. Но Давид принял позицию. Я не буду разбираться с ним. Я это отдаю в руки Божьи. Бог разберется с ним сам. И так и было. Бог поставил, Бог сам и убрал. Это его дело. И когда мы на своем месте, все встает сразу на свои места. Дальше мы подходим, друзья, с вами к вопросу, как практически же уважать или почитать служителей, если к этому Писание нас призывает. Как это делать на практике? Конечно, первое это молитва. Я уже об этом говорил. Я не могу, наверное, достаточно сказать, призвать церковь, молодых, старших, всех, кто смотрит онлайн за ваших служителей, молитесь регулярно и постоянно. Научите ваших детей, чтобы они об этом молились, чтобы они это делали. Друзья, я настолько верю, что это важно. Это даже для нас, для вас важно. Потому что от этого зависит наше благо. Благодаря, чтобы никто не споткнулся, не упал, чтобы дьявол не сломал, чтобы не впал в вере, в заблуждение, чтобы не стал гордым, чтобы не прельстился славою, чтобы не искал себе славы, богатства. Об этом нужно молиться, чтобы он всегда оставался на связи с Богом. Иначе нас может занести. Нас без Бога может занести. Нам нужна вот эта духовная молитва и охрана. От этого зависит наше состояние, благосостояние нашей церкви. Поэтому я вас умоляю, церковь «Живой поток», пожалуйста, пусть это будет всегда, регулярно. Это первое, что вы можете делать. Дальше, что нужно делать, что можно делать, это говорить слова поддержки или слова благодарности. Когда я говорю за слова, первое, что хочется сказать, не говорите о служителях плохо при детях. Я помню уже покойный Иван Полей, он, по-моему, рассказывал, что он никогда не разрешал своим детям говорить плохое о служителях. Это не значит, что они идеальны. Это не значит, что они не ошибаются. Но потом же вы будете сами же ваших детей отправлять в ту церковь, в которую они скажут, «Папа, а что туда идти? Ты же сам о них рассказывал». Вы скажете, «В другую иди». Он скажет, «А они все такие». Поэтому мы должны быть очень осторожны. Мы должны все вот эти пазлы сложить в кучу и правильно наставить и отреагировать в разных ситуациях. Даже не очень приятно каких-то правильно разобраться. Не спешите осуждать, потому что иногда, друзья, служитель, он видит картину больше. Иногда, когда вы думаете, что в этой ситуации неправильно решен был конфликт, вы не знаете другую сторону. Вы не встречались, вы ни разу не разговаривали, другую сторону не выслушивали. Вы не все знаете. Чаще всего служитель знает больше, чем вы знаете. Я тоже раньше папе, он у меня был пастором, тоже ему подсказывал, рассказывал, как нужно делать, как нужно, да быстрее, да все нужно короче, да резче. А теперь вспоминаю, папа так вздыхал молча. Думаю, чего он молчит? А теперь понимаю по-другому. По-другому понимаю. Жизнь по-другому. И чем становишься старше, тем ты понимаешь. Старшие люди больше молчат, а молодые больше говорят. И вот, друзья, один из таких вот практических моментов, которые может сделать каждый человек, это простой текст-месседж, простая смс-ка, когда вы просто говорите благодарность. Вы знаете, друзья, что я сочетал где-то примерно 20, может быть, 30 свадеб. И из этих пар три или четыре подписали мне открытку благодарности. И вопрос задается, ну почему? Это примерно 10 процентов. А где же остальные? Я очень быстро прозрел. Я вспомнил человека, который меня сочитывал. Петр Моисеевич Саенко. Я думаю, я даже ему спасибо не сказал. Открытку точно не подписывал, смс-ку точно не отправлял. Вау! Я понял, что мы живем в такой культуре. Вы знаете, когда проходит baby shower, знаете, да, что это такое, да? Придет там группа подружек, и потом, я видел, подписывают каждому открыточку, спасибо, что пришел. Вау! На свадьбу иногда заказывают такие подарочки, магнитки. Ты только пришел, ты ничего, ты даже палец о палец не стукнул. Все, что ты сделал, поел. И хорошо, если доел. Вот все, вся твоя работа была. И тебе выросла я такую благодарность. Спасибо, что вы были с нами. Знаете, на свадьбах, да, это делают. А потом я думаю, а как насчет этих людей, которые 40 лет вам служили? 30 лет. Так мы им даже смс-ку не отправили. А как насчет вашей свадьбы? Я за свою рассказал, как вашу, чтобы мы были на одном уровне. Вы помните, как вы вашему служителю, что вы ему подарили, я имею ввиду, хотя бы открытку. Хотя бы открытку. И знаете, почему, друзья, вот такая культура создается, что как будто, ну, он же всем должен. Он же всем должен. Он по жизни всем должен. Он никогда не отработает все, что он должен. И когда ты понимаешь, что мы живем в такой культуре, вот хочется говорить на вот эти тексты Писания, потому что особенно хочется почтить служителей, которые уже не в активной позиции. Уже у них здоровье не то. Уже, вы знаете, у них годы не те. Но они всю жизнь это гости, это люди, это проблемы, это жертвы, это бессонные ночи. А как насчет учителей воскресных школ? Вы знаете, друзья, я не благодарил. И сейчас, друзья, мне печально. Сколько они в меня вложили? Лет, не знаю, ну, 10, наверное, сознательной жизни. Учили, терпели. А вы же знаете в детстве, какие мы подарки, не подарки. Вот вкладывали, вкладывали. Родителям иногда легче так учителям скинуть. Вы там занимайтесь. Сколько они сделали? А теперь перейдем к практике. Если мы говорим, что есть вот этот appreciation day, то кто из родителей может сказать, я учительницу воскресной школы, учителя, благодарил. И это делаю минимум раз в год. Или мы думаем, это нормально, они должны. Это их работа, они должны. А не забывайте, что они ничего не должны. Большинство из них это волонтеры, служители, которые служат в разных странах, церквях. Многие из них это волонтеры. У них работа фуллтайм, у них семья фуллтайм, и у них служение неофициально фуллтайм. Кому они должны? Они никому не должны. Но мы так это принимаем. Поэтому как хочется, чтобы мы и все церкви, которые смотрят нас онлайн, поняли это, что они достойны чести, уважения, благодарности за то, что они сделали. Они вложили, кажется, самое дорогое, самое основное, духовные истины, фундаменты. Там, где родители не справились, возможно, справились лидеры, руководители, служители, учителя. И совместно мы сегодня имеем что-то хорошее. Поэтому не забудьте составить этот список ваших пасторов, служителей, ваших учителей, ваших руководителей, подростковых, лидеров, если они еще живы. И отправьте им благодарность. Отправьте им такую открытку. У нас еще остались, если желаете. Скажите им спасибо. Помолитесь за них. Благословите их. Сделайте что-то приятное для них. Найдите какого-то пенсионера, старца, поведите его в ресторан и скажите, я слышал, что ты всю жизнь служил. Это правда? Он, наверное, кивнется слезами. Правда. Я хочу тебя благословить. Я хочу тебе заплатить. Я хочу тебе сделать что-то приятное. Вы будете, друзья, в шоке от их реакции. В шоке. Потому что многие из них жизнь прожили, состарились. Но в славянском народе есть один такой принцип, что благодарить или говорить что-то хорошее хвалить нельзя. Почему? Чтобы не возгордился. Но плохое, негативное всегда можно. Поэтому у меня вопрос к вам. Когда мы говорим о пастор запрещающем, когда мы говорим, что служители эти достойны какой-то чести, на практике, как мы это делаем? Как мы вот этих наших духовных наставников, наших и детей наших, как мы их почитаем? Молча. Правда? Молча. Почитаем их? Почитаем. Но как? Молча. А когда мы озвучим? Когда что-то будет не так, мы озвучим. Правда? Интересная правда. Вот так, друзья, Писание сегодня нам говорит, как мы можем относиться к ним. Поэтому я благословляю вас, друзья, чтобы вы это делали. Я у нас три года назад, по-моему, был праздник церкви, церковная годовщина. Это празднуют все церкви. И один человек подписал мне открытку, благодарность. Конечно, от церкви там тоже все поздравили, как я сказал, что, слава Богу, за наших людей, за церковь поздравили, поблагодарили. Все, цветы, все-все-все на уровне. Но вопрос возникает, подожди, так, а что только один человек? Значит, получается, что принято думать, что, ну, церковь должна, церковь же там, пусть они там как-то делают, что надо, какие почести дают, пусть дадут, нам не жалко. А как насчет тебя лично? И вы знаете, я резко остыл. Я вспомнил себя лично, своих духовных наставников, вспомнил своих пасторов, некоторых уже нет в живых. Ты знаешь, я их, я их, я их не баловал текст-месседжами. Я их вообще не баловал. Вообще. Я понял, так, значит, мы выросли в таком обществе. Это поколение целое, принято как норма. Так что же тогда делать с этими текстами Писания? Я их минимум три предложил. Как мы на практике это делаем? Как хочется, чтобы мы были нескупыми, чтобы мы поддерживали друг друга, поддерживали друг друга и поддерживали наших служителей, которым часто приходится жертвовать вечерами, выходными. Хочется, чтобы мы поддерживали их жен, благословляли иногда их детей, вдов, которые иногда уже не имеют служителя, который был служителем. Но сегодня эти вдовы, они забыты. Раньше они как-то, возможно, были на виду, их везде приглашали. А сегодня они сами, они одни, они просто вдовы. Но они вдовы служителей. Как хочется, чтобы вы их замечали. Такие люди в церкви в нашей есть. Их мужья были служителями. А сегодня они просто вдовы. И такие есть не только в нашем штате, не только в нашей стране. Однажды я был в одном штате и попросил телефон жены пастора. Бог положил на сердце, я это не планировал, и позвонил ей и сказал, я благодарю тебя за то, что ты несешь служение, за то, что ты принимаешь гостей, за то, что ты жертвуешь, за то, что ты в этой упряжке. Длинная пауза. Потом она расплакалась по телефону и сказала, первый раз в жизни получаю такой звонок. Первый раз в жизни. А звонков было много разных. Вот это, друзья, практические примеры. Какое может быть колоссальное влияние? Простой звонок, простой text message. Это относится ко всем, кто служит, кто пропадает здесь на сцене, кто пропадает на репетициях, кто много делает того, что невидимо, кто там убирает, кто что делает. Все, кто служит ради каких-то духовных целей, чтобы потом все сложилось, чтобы получилась красивая, слаженная, налаженная церковь. Благодарите таких людей. Радуйте их. Писание написано евреям 13, 17. Повинуйтесь наставникам вашим. Будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся от душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью. Внимание! Чтобы они это делали с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Иногда хочется также, чтобы наша славянская культура заботилась также и о пожилых людях, служителях, о их будущем. Мне было больно, когда я в Сиэтле встретил одного служителя, который всю жизнь посвящил Богу. Как только и там, в Советском Союзе был, приехал сюда, в Америку, 30 лет чуть меньше, прослужил здесь на минимальную там какую-то зарплату, и сегодня он говорит, Богдан, у меня нету пенсии, я не знаю, как дальше жить. Я смотрю на такого человека, смотрю на него, мне жалко, я не знаю, как ему помочь. Он всю жизнь отдал этому, всю жизнь, но на пенсии он уже никому не нужен. Он уже как бы так, и никому не поможет, уж с него уже и толку мало, но столько тех, которым он послужил, которых он спас, он вырвал из пасти, возможно, льва, которым он сказал слово вовремя, которых некоторых он служил или вам, или детям вашим. Сколько его семья платила цену. Сегодня он никому не нужен, он просто пенсионер. Как хочется, чтобы мы таких людей помнили и это местописание применяли хотя бы раз в год, а лучше еще чаще. Вы знаете, друзья, один, наверное, из самых лучших подарков, которых вы можете сделать для служителей, для тех, кто служит, это позаботиться о их здоровье и о их отдыхе. Одно из таких самых, наверное, лучших, которые для меня были, подарки, которые когда-то мне делали, это когда мне дарили vacation. Для моей жены это было, для меня это было. То, что иногда ты сам не мог тебе даже позволить. И я помню еще, как одна семья нам подарила билеты для наших детей в парк Дисней, Леголэнд. Вы не представляете, какая это награда, какая это поддержка. Там, где я своих детей обделяю чем-то, тут кто-то, кому-то Бог положил на сердце. Просто купили билеты для моих детей. Я своим деткам объясняю. Это Бог заботится за нас. Бог любит вас. Бог помнит вас. Бог это делает через добрых людей. Поэтому, когда нету папы, вы помните, что Бог все равно за вас заботится. Есть люди, которые исполняют то, что мы можем исполнять. Поэтому я вдохновляю вас, друзья. Вот такие маленькие примеры. Кого-то вы просто поведите в ресторан, кому-то купите какой-то билетик, кому-то просто открытку, элементарно отправьте, кому-то просто скажите через текст-месседж, что это для меня поддержка, это для меня благословение. Спасибо, что ты служишь. Валентин Морозов, руководитель подросткового служения, 10 лет, молодая семья, трое детей. Он служил до этого лет 7. Служил, пусть служит. Родился один ребенок, второй, третий. По-моему, трое до 5 лет или до 4 лет. Вы представляете, какая-то... А он как шел, так и идет. Как пахал, так и пашет. Какая наша реакция? Молча. Валентин молодец. А представьте, чтобы такую семью молодую взять и подойти, сказать, жене, спасибо, кто ты своего мужа, твой муж, моим детям служит уже... Мои дети уже выросли, они уже христиане, они уже на сцене, они уже женились, ты им служил. Подарите этой жене цветочки, купите ему какой-то гифт-карт в ресторан и скажи, я хочу быть благодарным. Это всего лишь один пример. Борис Шульга, наш молодежный, бывший пастор, он здесь жил вначале, приехал сюда без родственников. Когда мы праздновали Thanksgiving или Christmas, кто из нас думал, а с кем Борис празднует? У него тут родственников нету. Он с молодежью, пусть он там проводит время. Он должен, он всем должен, служитель по жизни всем должен. А как хочется вспоминать таких людей и говорить им, слава Богу за тебя. Вы представляете, какие крылья вырастают у таких людей? Как они будут хотеть потом служить? Как они будут потом бежать? Опять же, ради наших детей. Потому что мы на своем месте делаем то, что мы можем сделать. Поэтому, друзья, я вас вдохновляю. Благословляйте, молитесь и словами, и делами. Потому что вопрос, как мы практически почитаем, уважаем, это уже вопрос каждого лично. Когда это было последний раз? Пусть этот вопрос будет для всех, кто смотрит онлайн. Где бы вы ни были, в вашей церкви, найдите, обнимите, скажите, учителей, вспомните с самого детства и почтите и поблагодарите Бога за них, за то, что Бог послал их в вашу жизнь. Вы знаете, друзья, обычно эти чести, почести дают всегда служителям на похоронах. Правда, да? Там скажут много, но как хочется, вы знаете, они там уже, им уже, ну как сказать, им там уже, ну, простите, все равно, там уже не надо говорить, говорите живым, живым говорите. Пока они, если они еще живы, вот живым говорите, живым говорите. Попробуйте в нашей церкви найти людей таких уже пенсионного возраста, которые были в служении, подарите им праздник. Да, они достойны. Жизнь положили. И конец, наконец, друзья, хочу сказать последняя мысль. Уважайте, почитайте на практике и на деле, но последний пункт, не делайте культ личности. Последняя важная мысль. Есть другая крайность. Это когда служителя, пастора, апостола боготворят. Он царь и бог. И этому царю и богу несут все. Поклоняются всегда. Он безошибочный, он безгрешный. Вот это, друзья, уже перекос, вот это уже опасность. и нам нельзя впасть и в это, в эту крайность. Вы знаете, что написано 1 Коринфянам 3,6, «Я насадил», говорит, Аполлос поливал, но взрастил Бог. Люди, которые были на вашем пути, которые вам служили, помните, что Бог вам их послал, Бог их употребил, но вы духовно росли благодаря Господу Богу. Духовные наставники, лидеры, они были и будут. До нас были, после нас будут. Они проходят, уходят, стареют, болеют, умирают, как и все люди на земле. Кто-то будет после меня, когда-то меня не будет, нам нельзя, нельзя, друзья, делать ставку на пастора, на служителя. Как бы вы меня не любили, как бы я не был влюблен в вас или вы вашего служителя. Помните, что он просто человек. Если вы будете сильно на него надеяться, сильно будете только его боготворить, вы можете сильно разочароваться. Сильно можете разочароваться. Это ненадежный фундамент. Наше основание только Иисус Христос. только Христос. Только Христос. Все остальное ненадежные основания. Ненадежные. Поэтому, друзья, не стоит бегать по странам, летать и тратить много денег. Вот если этот апостол за меня помолится, вот если этот апостол положит руки, то все изменится. Нет, друзья, не в апостолах дело. Основание Христос. Христос. Помните наша молитва? Господи нас сохрани от гордости. Нас, Боже, сохрани, чтобы не приписывали славу себе. Мы уже знаем, как это заканчивается. Боже, сохрани нас и церковь нашу, церквя другие и служителей наших. Сохрани наше основание это Христос. Иначе мы можем разочароваться в людях. Люди ошибаются. Когда люди ошибаются, нам трудно простить, а когда пастор ошибается, ой-ой-ой. Но он тоже ошибается иногда. И как хочется его еще больше. Господи, дай мудрости, дай мудрости, Господь, держи, веди нас. Вы знаете, что Бог забрал Моисея. Это опора Израиля. Помните, казалось бы, все, крах с одной целью, чтобы эту упору, опору забрать, чтобы люди нам всегда знали, что опора не Моисей, не Богдан, не это столбы. У Бога его работа она не закончится. У Бога есть всегда свои люди, на все времена, послушные ему люди. Люди приходят и уходят, но Божье дело, Божье царство, Божья церковь, она непоколебима. Во все времена она до сих пор жива, и она будет живой. Она неистребима, потому что это Божье дело. Поэтому нам важно помнить, написано в Писании, Еремия 17.5 проклят человек, который надеется на человека и плоть делает свою опорою. Это не значит, что нельзя людям доверять, но нельзя на них слишком надеяться, нельзя на них слишком полагаться, нельзя слишком доверять человеку. Нужно знать, что самое важное, самое главное, наша опора это Христос. Иначе многие обидятся и уйдут из церкви, разочаруются в людях. Если бы не Христос, не было бы вас, не было бы нас, не было бы пасторов, не было бы церкви, Христос сказал, я создам церковь. Он автор, он создатель, он основа, он фундамент, он этих людей послушных ставит на время, на время. И помните, незаменимых нет, потому что опора, основа это не пастор, это не люди. Если мы будем знать нашу основу, мы непоколебимы христиане, а за хороших служителей, благодарите Бога. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok